ну что друзья погнали наши городских финстрой панель на связи и все кто меня не знает меня зовут антон сборной железобетон и мы строим настоящие дома из сборного железобетона который делается на заводе который заводском исполнении приезжает на объект мы очень быстро собираем дома и это мой дом я строю уже третий год здесь меня все бросили я занимаюсь этим сам конкретно сегодня мы вам расскажем о том что такое септик биочистки локальная очистная станция почему они применяются на практически всех загородных участках дома где нет централизованной канализации что там происходит и сколько самое главное это стоит сегодня с 9 часов утра работу по порядку работает кран петушок называется это он обычный погрузчик я не могу просто петушок это шок так и называется обычный петушок с пол смены работая в среднем 15 тысяч рублей приехал начал копать яму дальше сама станция стоит примерно 130 140 тысяч рублей конкретно сегодня сегодня да на этом участке мы ставим евролос не реклама не реклама евролос пятерочка что значит циферка 5 в аббревиатуре название очистной станции 5 человек живет в доме будет этот дом 160 120 100 110 квадратных метров неважно расчет идет на 5 человек же проживающий она такая более-менее средненькая пятерочка а как она работает раз она работает очень просто непрофессионал но расскажу то есть видишь идет трубы трубы в утеплителе попадать будут под отмостку вот еще одна труба которой мы должны будем подсоединиться то есть по трубам сбрасывается все что у тебя из раковин и унитазов самотеком с наклоном сантиметр на метр как положено попадает сюда так дальше подальше уберу удобнее осторожно это же моя станция дальше смотри сюда входящая труба она ниже уровня грунта специально сделано чтобы не промерзала будем утеплять все прилетело сюда давай следить здесь дальше вот в этот отсек вот в этот первый так дальше переливом как только он наполнится до конца он там снизу тоже видишь отверстие она все начнет между собой между этими отсеками с маслом как бы смешиваться и самое важное что сюда запускаются бактерии живые микроорганизмы которые здесь живут и разрушают все то что попадает туда сам додумай что туда попадает и чем они в основном питаются соответственно на выходе вот это вот самое важное вот это вот получается у нас вот этот сектор переливом вода попадает в него и уже отсюда ну в кавычках практически чистая вода но во всяком случае уже без органики переработанная у тебя уходит в ливневую каналу твоего коттеджного поселка вот эти шланги это крутая тема это как в аквариуме что у нас в аквариуме делаются чтоб рыбкам живот там хорошо там ставят компрессор который насыщает воду кислородом аэрация вот эти вот пузырики которые идут то же самое у тебя можно сделать так чтобы он у тебя включался там раз в час на 20 минут можно на постоянке у тебя идет бурление кипит кипит насыщается кислородом все живут все довольны и вот это вот сложная система переливов мы ее 1 10 не будет думаю что тысяча роликов об этом есть но принцип понятен а вот насколько хватает ее в принципе до очистки хороший вопрос есть ограничения использования таких станций ты не можешь знаешь как дома может если ты это делаешь пучок волос в раковину там кофе ошметки какие-то все смываешь в ума тает и тоже нет мы дома и да ну так вообще-то даже дома делать нельзя то есть ты должен фильтровать мусор и если ты будешь этим пользоваться нормально я вот приду я предполагаю что раз в год-два ты вызвал машину осенизаторов вот я тебе по примеру тоже из рубрики сколько стоит вон там за поворотом стоит биотуалет строительный раз в месяц приезжает бочка со шлангом высасывает все ну и там какой-то порядок наводит полторы тысячи рублей обслуживаю обслуживаю то есть ты крышку скинул пососал отсосался от сосали все вот ну как бы все сделали почистили и ты поехал дальше дрожжи дрожжи горюбые бактерии запускаются прямо с унитаза 1 собрал ну а как это очень простая станция в плане именно своего какого-то функционала но при этом а даже во многих регламентах в коттеджных поселках не тут как у меня в деревне да а в коттеджных поселках прям строго станция локальной биочистки сброс чистой воды после прохождения в каналу ливневую там дренажную разрешен напрямую никто никогда ну в нормальных а дополнительно насос нужен какой-нибудь если ты смог так поставить септик в углах и в уровнях так что у тебя все идет самотеком то есть вода вот здесь с наклоном пришла там выливная горловина еще ниже и у меня там я же блин строитель понял у меня лад идет канава закой труба закопанная и мы сейчас понимаем что мы в нее круто попадаем мы потом покажем то есть если у тебя все будет работать самотеком как сообщающиеся сосуды сюда пришло отсюда ушло это круто но если ты не смог бывают причины просто канава выше и у тебя здесь ниже ставится просто дополнительно насос малышок предположим да и он уже относительно да в кавычках опять чистую воду по пнд трубе поплавковый сработал выключился сработал выключился самотеком у тебя войну принудительно у тебя вода уходит же но тут вопрос больше к тому что чем больше узлов тем больше вероятность с того что не сломается и у нас же дома из сборного железобетона сделаны таким образом чтобы минимальное обслуживание было до жить как в квартире на загородном участке поэтому к этому вопрос нужно упрощать свою жизнь похоже было на рекламу александр не постараться нужно сделать так что было сама те самать самотеком почему потому что вот этот насос последний который у тебя все самотеком работает даже если аэратор перестала работать они все равно у меня у родителей я закапывал 2 евро куба вот этот вот пластиковый евро куб лет 15 назад я их закапывал вот так вот сюда пришло отсюда перетекло вот здесь живут бактерии отсюда ушло и отсюда уходит насосом электрическим с поплавком понял ну про который это заводильная да как самодельная да ну так многие делать и короче когда думаешь ломается насос когда когда вот здесь вот вот такая куча снега когда на улице к минус 30 у тебя ломается насос и что ты начинаешь делать заниматься на ли погнали а еще это бывает знаешь как у нас было на новогодних праздниках конечно пиковая нагрузка частое срабатывание где-то что-то там замерзла на закон подлости на и ты занимаешься а можете стендом да не лучше не надо мы сейчас его вот так стряхнем мы вывезем это уже все порядке и это все будет ломаться вот кстати ппр по планово как же это блин раз это самое переводится это план производства работ а у нас просто есть посидели поговорили разошлись а это план производства работ очень правильно и очень круто когда у тебя все процессы спланированы и ты ранее сделанную работу не портишь следующими работами на любой стройке пойдем прогуляемся потихонечку осторожно лужа на любой любая стройка во первых рано или поздно скорее всего закончится но этого но это не точно это не точно рано или поздно стройка закончится топ девочка то есть вот например да маленький пример вот я вот прям вот прям здесь на месте говорю вижу этот вагончик стоит так вагончик думаешь сам отсюда ногами уйдет до смысле да ну на колесиках он за ним что должен сделать заехать манипулятор я здесь что сделал уже сделал газу газон сделал где-то там какие-то трубы вот про это тоже сможем если вам интересно напишите в своих комментариях каким путем мы идем я конкретно иду чтобы уйти от полива ежедневного самостоятельного со шлангом у меня куплено оборудование вам с удовольствием об этом расскажу прям у нас есть датчик дождя блок управления короче ну там целый пол компьютера ушел извиняюсь да его смотри вагончик у меня здесь остался так остался газон я здесь посадил он полулысый чуть-чуть еще какая разница здесь мягкий грунт здесь сейчас будет тропинка из плитки сделано и чтобы потом этому вагончику отсюда уехать за ним должен заехать тяжелый манипулятор тяжелый манипулятор заехал газону трындец ну и плиточки и плиточки поэтому будем когда вывозить никогда зимой саша зимой когда все промерзнет поэтому нужно вот трактор сегодня приехал я вчера песочек заказал прошлый раз когда вон тот септик видишь там еще один септик далеко и там тоже он сам самостоятельно поменьше троечка работа за здание это гостевая парковка парковка но это дом гостевой у меня большая семья кто не тогда можно зайти глянуть а я еще не открывал я думаю что у нас очень длинно у видео понравится получится да и поэтому мы конечно можно хотя бы каратенечко ну конечно мероприятие и вот давай про ппр расскажу то что нужно все грамотно планировать если у тебя приезжает трактор то он тебя помимо закопки септика он еще у тебя должен сделать одну работу вторую третью четвертую и не портить ну я на самом деле не сильно ошибаюсь здесь у меня там то что песочек мимо рассыпался ничего ничего страшного мы нам наверное надо прерваться чтобы переобуться открыть дом и зайти ну или давай обуться мы можем отсюда смотри я пылесошу пылесошу здесь я пылесошу пылесошу он пошел как вот тоже короче давай небольшую те экскурсию про этот дом там внутри кстати порядок возведенные перегородки комплектации домокомплект представлена отставить теплый контур окна уже стоят это у нас терраса идея была какая у меня большая семья 3 ребенка плюс у нас еще теща с нами но в соседнем доме живет и хотелось чтобы если мы сюда когда-нибудь стройка это закончится и мы сюда переедем чтобы тебя была возможность ну как бы немножко зонировать проживание например теща со старшей дочкой или просто теща живет здесь там наша спальня 2 еще спальни и большая кухня гостиная я очень долго об этом думал и вначале была идея что здесь сделать вообще дом там с пятью спальнями но передумал и мне кажется не зря очень дорого сейчас строить вот вчера заказывал щебень подорожала это подорожало поэтому это у нас гостевой дом где если квадратов 6 на 8 48 получается и плюс два этажа ну где-то там квадратов 80 и плюс терраса я хочу туда зайти пожалуйста терраса про террасу расскажем отдельная если здесь сегодня не был еще и на втором этаже вот это вот фишка о том что второй этаж реально не используется практически никогда я там не был уже месяца три реально вот 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 все ни разу не был короче смотри ты пап ты зашел папаша попал в кухню-гостиную здесь можно легкую приготовить но если в гости кто-то приехал представь как кайфово как летняя кухня за они там у тебя живут у них свой туалет сзади у них своя маленькая кухня у них есть там возможность приготовить утром если вы еще отдыхаете какую-то еду выйти попить кофейку на террасе ну в общем автономно ну а а мы в таком постоянном использовании это баня комплекс типа ну дай свет включу это же красиво этаж комплекс типа банный ты напарил веники сполоснулся в душе подышал свежий уже как будто кто-то был мне кажется суши но я мы здесь уже раза четыре парили сейчас просто на улице очень очень жарко и мы пока не ну как бы не совсем понятно как с этим типа жить на улице плюс 30 ты еще в бане идешь ничего все у тебя здесь автономно терраса второй этаж на лосяне наступи на втором этаже есть полноценная спальня а эта зона куда мы с тобой сейчас поднимаемся она типа такая игровая для детей просто посидеть почилить машка купил вам какое-то кресло раскладное можно тут спальное место организовать клянусь тебе я здесь реально второй раз вот с момента как тут почти за я здесь был почти как мы закончили ремонт то есть спальное место одно там спальное место другое пока идет у тебя ремонтом в том большом доме то есть здесь принципе можно послушать а прям полноценная дача прям теплее как только мы сделали плитку вокруг этих грядок к пользоваться вот тем что здесь есть стало так комфортно ну то есть прям ты реально когда ходишь ты подачи по плитке это прям очень очень круто и сейчас вот ребята занимаются отмазкой вокруг дома и когда-нибудь когда это закончится это прям будет хорошо то есть этот гостевой дом мы его начали строить зимой ну зашли на отделку зимой меня повторю здесь все бросили делал его практически самостоятельно но увидишь как-то потихонечку потихонечку справились с чего начинали начинали с того что любая стройка когда-то заканчивается сегодня мы вам рассказали о том сколько стоит септик вот здесь 2 поменьше давай сюда заглядывать не будем давай там уже там что-то есть наверное думаю кто-то живет поэтому если вам интересно подписывайтесь на наш канал мы с удовольствием раскроем вам любые темы связанные со строительством например сколько стоит сделать забор с габионом самое главное да наверное мы честно рассказываем не раскрывать не юлим до конечего скрывая как там говорили строители половину работы этого к строительный блок говорит всегда так дуракую бабе дуракую женщине пол работы не показывает выручу это нужно или готовый результат или ничего шутим или смешно или никак все покажем да подписывайтесь на наш канал мы с удовольствием вам расскажем я вам расскажу как яблони сажать какие там яблоки на есть камерой там таких два яблока висит реально сашенька поэтому подписывайтесь на наш канал на наш канал финстрой панель сборный железобетон дома